Польза, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги, ну то есть они голые, там, я не знаю, абсолютно, у них нет ни одежды, ни питья, ничего, и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Пусть наша вера будет живая, и пусть то, что мы сеем, просто оно воплотится в какой-то плод, может даже не материально, может это будет духовный плод или душевный плод, но пусть это будет плод от Господа в нашей жизни. Доверяя ему, оживаем сейчас в вере с ним, и давайте просто отдадим ему свое пожертвование сейчас от всего сердца. Аллилуйя, Господь, благослови, пожалуйста, каждое пожертвование сейчас во имя Иисуса Христа. Онлайн, Господь, пожертвование, те пожертвования, которые вживую, Господь, люди приходят отдавать, в воскресенье ли это, или это на неделе происходит, когда мы жертвуем, Господь, как тебе, Бог мой, когда мы подаем милостыню, Господь, просящему, когда мы отдаем в долг, например, друзьям, и потом не просим даже вернуть, просто потому что мы хотим, Господь, быть больше похожим на тебя, быть жертвенными, такими же, как ты. Когда мы приносим пожертвования, как святыню, Господь, тебе в храм, как десятину, Господь, и сверх того, узри, пожалуйста, Господь, просто открой мое сердце, Господь, для этого, и посмотри в мое сердце, правильный ли нюхломотив, Господь, жива ли еще моя вера, Господь мой. И пусть вера наша не будет мертвой без дел, но она будет жива, Господь мой. Вера моя и сдела моих, Господь, во имя Иисуса Христа мы молимся и благословляем. И мы будем поклоняться тебе сейчас, Господь, в духе, и петь для тебя, Господь мой. Славим тебя. Аллилуйя. Аминь. 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 Аллилуйя. Аллилуйя. Пройдет. Я верю. Слава Царю. Приветствую вас всех, приветствую всех, кто на балконе, надо же, даже можно вас как-то рассмотреть. Дорогие мои, ну что, у нас начинается новый, новый год, новый 2022. Господи великие, мы дожили до этого времени. Это очень сильно радует. И вы знаете, сегодня я бы хотел поделиться как раз словом Рэма, о, чертилы вы здесь, драгоценные, гости из Казани, прекрасно, уже не гости, это наши, казанские, татары с белыми волосами. Приветствую вас, может кого-то еще я там кого-то не рассмотрел, может еще кого-то. Друзья мои, и вот сегодня я хотел поделиться словом как раз на весь год, словом Рэма, и, к сожалению, может быть, немногие знают, что такое слово Рэма, поэтому нужно сначала поделиться этим, что такое Рэма. Мы, многие, кто во Христе давно, мы знаем, что такое Рэма, но нам нужно, чтобы каждый, кто даже недавно пришел, осознавал, с чем едят слово Рэма. И, друзья мои, если вы знаете, что Новый Завет написан на греческом языке, и, соответственно, все книги Нового Завета, вот, апостолы писали на языке государства того времени, это была Римская империя, и они писали, вот, книги на греческом языке. Ветхий Завет написан на арамейском и на древнееврейском языке. И удивительно, что в греческом языке, вот, само слово Слово, оно употребляется в двух вариантах, это Логос и Рэма. Логос это слово информативное, то есть записанное любое слово, это всегда будет Логос. И когда оно передает просто какую-то информацию, соответственно, мы знаем, что это Логос. Рэма же, слово произнесенное, в греческом языке это было слово, которое кто-то просто произносил. Но удивительно, что за произнесенным словом стояла не только информация, а еще созидательная сила. И когда нужно было переводить Ветхий Завет на греческий язык, то, ну, лингвисты того времени, ученые, они столкнулись с проблемой, что не все слова еврейского языка понятно, как их перевести в данном случае, Логос или Рэма. И пришли к выводу, что все, любое слово в Библии, где Бог что-то говорил, что-то созидал словом, оно обязательно переводилось как Рэма. И в Новом Завете, кстати, есть разновидности иногда, как слово просто, кто-то если написал письмо и говорит, я скажу тебе такое-то слово, то там стоял Логос. Но если Иисус, например, говорит, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, это исключительно Рэма. Что же такое Рэма, друзья мои? Рэма это всегда слово, исходящее из присутствия Божьего. Слово, произнесенное с целью произвести из невидимого что-то видимое. Это слово, которое должно оживотворять, должно изменять атмосферу. И знаете, к сожалению, многие люди несерьезно относятся к своим словам, но у людей заложена та же самая сила, которая есть у Бога, произносить и это сотворяется. Ты когда-то же сказал, ну я буду музыкантом, и ты музыкант, но ты однажды это произнес. Однажды человек сказал, женюсь, джик, потом женился. Может ты пожалел, но слово высвобождено, и оно произвело результат. Поэтому слово не просто информация, а слово входящее в этот мир, вот в этот видимый мир, производит что-то тоже видимое. И вот это слово Рэма. И в начале каждого года мы именно высвобождаем слово Рэма. То есть мы провозглашаем то, что Бог имеет в виду о нас. То, что Он запланировал о нас, и мы должны это принять и сказать, Господи, мы согласны, и мы хотим, чтобы в нашем сегодняшнем году, в 22-м году, произошло то, что Ты запланировал. И вы знаете, почему я начинал вот с этого слова, и хочу продолжить мысли в такой, что вот как-то в последнее время, да не то, что в последнее время, вообще как-то христиане, я имею в виду как цивилизация, не как наша церковь, всегда ходит какой-то угрюмости, мрачности, какой-то, знаете, горести, меланхолии, всегда это ощущение какой-то несчастности, потому что скоро что-то грядет, и то, что грядет, будет плохое. Обратите внимание, вот что-то все будет плохо. Я помню себя маленьким, когда я еще был, ну, нерожденный свыше человек, и вот я нечасто, но изредка как-то заходил в церковь традиционную, вот видел эти фрески замечательные, красивые, но они всегда были очень страшные. Там какие-то всадники страшные, кто-то кого-то чуть ли не ест. Я думал, Господи, что это такое? Мой детский ум, он даже не мог это все интерпретировать. И мне взрослые говорили, это книга апокалипсис. Слово-то какое, апокалипсис. И только потом, когда я уже стал пастором, понял, что апокалипсис, по-гречески, это закрывать, а апокалипсис, это открывать. И как бы другими словами, это видение Иоанна Богослова, но видение сродни сну очень часто. И сны очень трудно интерпретировать, согласитесь. Порой, знаешь, утром проснешься, не поймешь, что-то там тебе наснилось. А порой я даже помню, что я даже не мог понять, это была реальность или это сон. И Иоанн что-то видел, но наша проблема сегодня, мы начинаем все это интерпретировать. Но хочу вам сказать хорошую новость. Библия не состоит из книги Откровения только лишь. Из книги, которая очень сложна. Она состоит еще из 65 книг. Еще, кроме. Там что нет других вариантов, сценария, конца? Да там полно. И они, кстати, удивительно позитивные. Но мы сконцентрировались на этих конях каких-то непонятных, зверюгах, еще на каких-то там рогоносцах непонятных. Книгу Откровения читаешь, да там вообще, я не пойму, то ли он курил что-то, то ли правда он получил Откровение. Ты скажешь, как ты о Слове Божьем? Да я не о Слове Божьем, а об интерпретации Слова Божьего. И вот, друзья мои, поэтому я хочу вам сказать, в 22-м году все будет хорошо. Вот и все, все будет нормально. И люди говорят, да как, ты пастор, ты читай Библию повнимательнее, все будет хуже и хуже. Я говорю, вот и почитай повнимательнее. Проблема-то в том, что ты традиционно концентрируешься на негативном. Я был в одной церкви, у них даже сзади вот так были нарисованы всадники апокалипсиса. Там какой-то конь с головой, череп там, знаете, скелет какой-то скачет. И я прям проповедую, а тут скелеты сзади меня. И люди даже сидят в зале и говорят, слушайте, а другой сценарий нельзя было выбрать? Я говорю, так это не моя церковь. Вот я и удивляюсь. Я и удивляюсь. Нельзя было что ли нарисовать цветы, новое небо, новую землю, о которой Господь говорил. И вы знаете, интересно, что, ну а к чему же тогда вот эти страхи все о последнем времени? Да потому что Бог показывает, что Он будет судить мир, грешный мир, и Он будет его судить. И знаете, ну для того, чтобы сказать, что с греховным миром будет что-то плохое, ну не надо быть великим пророком. Чтобы алкоголику сказать, что у него жизнь кончится плохо, не надо быть, знаете, автором апокалипсиса. И наркомана, у него тоже все будет плохо, тоже не надо быть автором апокалипсиса. Но четко нужно понимать, что я читал Библию, и ты читал, наверное, Библию, и в конце написано, что все будет хорошо. Все хорошо будет. А то, что мы однажды умрем, так умрем. Каждый умрет один раз, не три, один. И ты умрешь один раз, и я умру один раз. Но после этого все равно все будет хорошо, если ты познал Христа. И поэтому почему мы всегда пичкаем людей какими-то страшилками вечными, что у меня уже даже возникает какой-то внутренний бунт. Я подумал, я что, проповедник ужасов, что ли? Когда я читаю мою Библию, она меня вдохновляет. Почему же проповедники какие-то, непонятные пасторы, служители, священники, все время пугают народ адом преисподней. И главное, что ад уже здесь начинается на земле. Вот тут все уже горит, все уже пандемия, все, все умрем, все, 666 укололись, все, теперь мы все проданы сатане. Слушайте, откуда эти все идеи берутся? Я читаю мою Библию, Бог благой Библии говорит. Бог защитник, обеспечитель, целитель наш. Вот его имена. А мы придаем ему какие-то, знаете, какие-то характеристики своих же черных и темных сторон. Поэтому, друзья мои, давайте посмотрим в 22-й год, как в год победы, а не год ущербности. Давайте посмотрим, что Бог автор сценария всего того, что происходит на земле. И даже если в нем происходят какие-то турбулентности, страшные какие-то митинги, переживания, революции и войны, все равно он стоит над этим всем. Аминь. Это же так прекрасно. Если он стоит над этим, то я поклоняюсь не вот тому, что здесь посередине, а выше, Творцу всего вот этого. И он поставил на календаре 22-й год. Люди, знаете, прошлых поколений давно уже думали, что, еще раньше думали, что 22-го года не наступит. Они думали, вообще до 2000-го не доживут. Все, мир перестанет существовать. Но мы живем дальше. Была Вторая мировая война. Человечество так испугалось. Думали, все, вот он, первый всадник апокалипсиса. Когда ядерные бомбы упали на Хиросиму и Нагасаки, это вообще второй там и третий. Всех их уже скрестили. Но слушайте, человечество пережило Вторую мировую войну. Да, многие люди пострадали, умерли из верства. Это не отменяет. Были ужасные вещи во время Второй мировой войны. И концлагеря, и пытки, все было. Но все-таки большинство людей пережили. И мир был опять красивым и интересным. И я убежден, что это зараза COVID-19. Она вот, вот 19, уже три года прошло. Она в этом году закончится. Как-то закончится. Она как-то, как-то придет к своему концу. И все у нас будет хорошо. Ты скажешь, не верю, давай Писание смотреть. Исайес, 60 глава, второй стих, который в коротком послании, в коротком, перекрывает всех всадников апокалипсиса. Я вообще книгу Откровения не люблю. Это моя самая нелюбимая книга всей Библии. Ты скажешь, пастор, ну я же могу какие-то книги любить, какие-то не любить. Есть же люди, которые говорят, вот эта книга им нравится, это не нравится. У Мартина Лютера была там любимая книга «Экклезиаст». Он же говорит, вот у меня любимая книга. Там четко совершенно блаженный Августин говорил, величайшая и лучшая книга, которая мне нравится в Библии, это римлянам послание. Ну говорили же они. А я подумал, а я вот скажу книгу, которая мне не нравится. Потому что я сколько не читал книгу Откровения, замучился и ничего не понял. И говорю, Господи, чем ближе мы к концу времен, тем будет все понятнее. Чего нам сейчас так от нее мучиться? Вы здесь, дорогие мои? Однажды я стою, эх, никак не донесу вас до вас Исайю, 60 глава, 2 стих. Ну давайте сначала прочитаем, а потом я расскажу историю. Написано, тьма покроет землю, Исайя 62, тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою высияет Господь, и слава Его явится над тобою. Вот что Господь обещал. Он говорит, даже если будет все вот так страшно и негативно, и говорит, да, мрак покроет землю, тьма народы. Бог почему-то говорит, а вот ты каким-то образом, познавший меня, каким-то образом, ты как-то будешь жить хорошо. И благодаря тебе и твоей молитве у всех остальных тоже будет хорошо. Пока церковь на земле, на земле все будет хорошо. Все будет нормально, потому что мы молимся. Однажды я летел в самолете с одним мужиком, и вот мы что-то общались. И как-то я ему проповедовал, он такой интеллектуал, он адвокат был. И вот мы с ним общались, общались, и он такой, ну как-то мы с ним говорили о Боге. И вот он слушал, и потом говорит, вы знаете, хоть я и неверующий, но, говорит, мне так спокойно сейчас лететь. Я, говорит, так боюсь летать на самолетах, а мне, говорит, сейчас спокойно. Я говорю, почему же, я так еще думал, сейчас что-то такое мудрое скажешь. А он говорит, потому что вот вы верующий, а я неверующий. Вы верите, что все будет хорошо, и мне от этого тоже хорошо. Я подумал, слушайте, но если мы как церковь, мы провозглашаем вещи в реальный мир, что Бог всем управляет, значит даже не верующие, они живут лучше из-за нашего исповедания. Аллилуйя. И меня это очень-очень сильно радует. Очень сильно. Так вот, друзья мои, смотрите, что же в этом году мы провозгласили? Мы провозгласили центральную мысль, центральную мысль, которую мы всей командой уже обсуждали, обсудили. Это слово называется, это год богопознания и посвящения в ученичество. Да что ж такой язык прям ла-ла-ла. Год богопознания и посвящения в ученичество. Вы знаете, друзья мои, вот все, что мы познаем, оно, как правило, не имеет границ. Вообще все, любое направление в нашей жизни. Хочешь ли искусством заниматься, ну до конца жизни будешь этим заниматься и, наверное, никогда не познаешь. Механикой будешь заниматься, всю жизнь будешь заниматься. Так вот, удивительно, что о Бог изначально не познаваем. Но мы как-то люди, мы всегда останавливаемся на каком-то уровне, на каком-то банальном уровне, даже просто вот прочтение Библии. Самая, наверное, идиотская фраза среди христиан, которую я слышал, когда люди говорят, я Библию прочитал, я ее знаю. Я говорю, слушайте, Библия это не книжка для того, чтобы знать сюжет. Это Толстого можно прочитать и знать, чем там в конце закончится. Библия это не для того, чтобы просто прочитал и узнал. Ты, значит, получил только логос. Но Библия, она всегда является ремой. Всегда. И поэтому каждый стих, каждая притча, она может открываться такими, знаете, сторонами бриллианта, что ты удивишься и, мало того, даст тебе новые направления в жизни. Сколько раз мне некоторые притчи Иисуса, под каким-то углом преломляясь, давали такой импульс жизни. Когда я начинал еще это исповедовать, я видел, что Бог действует. Поэтому, друзья мои, Библию нельзя просто знать, иначе она будет логосом. Библии нужно жить, и тогда она становится ремой. И все, что там написано, становится частью тебя. Однажды мать Тереза описывает в своем там дневнике, у нее где-то есть откровение такое. Она говорит, я стояла в зеркало, смотрела на себя и думала, я такая худая, старая, некрасивая. Женщина должна быть все-таки красивой какой-то, цветущей, а я вот какая-то вот не та. И говорит, вдруг в этот момент ей какое-то откровение пришло, провозглашение такое, что, слушай, я на тебя смотрю совсем другими глазами. Потому что я на тебя смотрю через призму моего слова, говорит Господь. И она говорит, я сразу даже в зеркале расцвела, вдруг поняла, Бог называет меня дочерью царя, Бог называет меня прекрасной, Бог называет меня восстановленной. А я смотрю физическими глазами, вот такая я страшная, кривая и тому подобное. Но слушай, слово чье поверишь ты? Ты поверишь в логос информативный, который говорит, да, ты вот такой, ты вот несчастный, ты не замужем, ты не женатая, ты больная, ты неудачник. Эти все вот слова, это то, что логос информативный. Но потом приходит Рема Божий и говорит, подожди, хоть ты неудачник, но для тебя у меня есть новые возможности. Хоть ты не женатый, не замужем, но придет это все и в лучшей самой форме. И ты способен преодолеть, потому что мое слово всегда говорит о вере. Смотрите, послание к Римлянам, 10 глава, 17 стих. Вера приходит от слышания, от слышания от слова Божьего. Что значит от слова Божьего? От Рема, который приходит из уст Божьих. То есть вера в мою жизнь, вот в мою жизнь вера, приходит от того, что я что-то слышу. Но, кстати, также и неверие приходит в твою жизнь от того, что ты слышишь. Потому что ты слышишь негативную информацию, ты читаешь не те книги, ты слушаешь не тех людей, и у тебя рождается антивера. Появляется меланхолия, бессмысленное существование, и весь этот бредятина, экзистенциальная. А потом, в какой-то момент, ты начинаешь читать слово. И когда ты читаешь слово Божие, оно дает тебе надежду, радость, вдохновение. И тогда ты говоришь, стой, стой, стой. Библия, оказывается, это не апокалипсис. Это как раз-то сила Божья. Это Рема, которая меня меняет. И в это я верю. Надеюсь, вы со мной. И вот апостол Павел говорит, вера приходит от слышания, от слышания от Рема. Поэтому, когда мы говорим об ученичестве, нам нужно посвящаться, запрыгивать глубже в слово Божие. И в этом году, я всех вас вдохновляю, поставьте себе одну интересную цель. В этом году прочитать всю Библию. Если мы говорим Богопознание, давайте прочитаем всю Библию. Все, каждый, вот каждый из нас, это вот тысяча человек, посольство Иисуса, кто на все собрания ходит, вот в центральной церкви. Давайте прочитаем каждую Библию. Всю, 66 книг. Она уж не такая толстая. Вот, книжечка-то, гляньте-ка. Ай, война и мир, толще кажется. На самом деле здесь 66 книг. Но на самом деле это можно прочитать и несложно. Те, кто уже прочитали, говорят, ой, великое достижение. Да поверьте, 90% христиан никогда не прочитали Библию. Это статистика журнала «Харизма» американского. Никогда не прочитали Библию от начала до конца. Слушайте, люди сегодня, вот только вдумайтесь, посвящают 5 лет университету, дневному отделению. Они платят деньги за учебу каждый день. Не едят, не пьют. Я имею в виду, что они работают для того, чтобы есть и пить, одеваться. Они платят. Они ходят каждое утро в университет, слушают там лекции для того, чтобы потом стать каким-то профессионалом в области определенной и получать свои 50-70 тысяч рублей. Слушайте, 5 лет жизни посвящают каждый день. И у них нет времени, просто времени, за всю жизнь прочитать книгу, вот одну книгу, которая говорит об их душе, которая спасет их от множества глупостей здесь на земле и вдохновит их еще на жизнь вечную. Нет времени у меня, ни ресурсов, ни времени, ни способностей, ничего нету. Так слушайте, давайте мы хотя бы возьмем эту способность. Да ты если прочитаешь Библию, да ты вырастешь на 3 метра выше себя. Ты будешь один на миллион человек, который прочитал Библию. Это же круто. Я священников встречал, которые никогда в жизни не читали Библию. Ну не прочитали, по крайней мере. А ты прочитал. Ты уже умнее, чем многие священники будете. Поэтому, друзья мои, возьмите в этом году одну главу Нового Завета, две-три главы Ветхого Завета. И книга за книгой. Ветхий Завет и параллельно Новый Завет. Тогда даже увидите, у вас будет сцепка очень хорошая, вместе сцепка. Я вас вдохновляю в этом году, как ученики Христа. Сделайте это. Следующее. Вот вдумайся в богопознание и посвящение в ученичество. Ощути себя в этом году особо учеником Христа. Вот год посвяти хотя бы этому университету. Я хочу не просто изучать абы что, а изучать духовную жизнь. Попробуй. Один год. Хотя бы вот с этого года начни. И тогда тебе обязательно нужно стать членом команды. Поэтому вторая часть, второй момент. Стань членом команды в этом году. Что значит членом команды? Знаете, мы в церкви всегда являемся принадлежностью. Всегда. Вообще человек по природе, он хочет чему-то принадлежать. Оттуда все эти клубы, знаете, там, мотоциклистов, клубы, там, фаны какого-нибудь, какого-нибудь певца. Люди хотят быть частью чего-то. Так вот, даже Иисус, когда проповедовал Евангелие на земле, он не говорил просто свое слово, как вы знаете, разбрасывая налево-направо. Он собирал команду. Оттуда мы знаем, что у него было 12 учеников. Это не были абы кто. Они ощущали близость друг к другу, хотя были совершенно разные по происхождению. Но эти ребята чувствовали себя одним целым. Это была первая домашняя группа. Вот поэтому я, как пастор, так настаиваю на домашних группах в церкви. И благодаря домашним группам мы пережили все эти ковидные времена. Потому что люди собирались дома, вдохновлялись словом дома. Они поддерживали друг друга. И вы знаете, когда ты часть команды, ты чувствуешь, что ты неаморфная масса. Вот знаете, исторически как-то сложилось, что церковь это просто вот там священник что-то поет, а сзади вот эта толпа незнакомых людей друг к другу, пришедших так, знаете, как жареный петух. Петух меня там тукнет, вот я приду. Или может на Пасху. И там постою в этих сзади рядах. И человек не чувствует принадлежности. Он не чувствует, что это его церковь. И если священник даст косяка, то, соответственно, я же его и осужу. Но замечательно, что в церкви, в евангельской, в церкви вот здесь и вообще по всему миру в евангельских церквях мы ощущаем себя, ну, частью этой работы. И каждый из вас говорит, это моя церковь. И если я ваш пастор, а люди говорят, ну это вот наш пастор. Кстати, вернувшись к моему юбилею, огромное спасибо, братья и сестры. Просто потрясающе. Какой вы мне сделали юбилей. Как вы меня поздравили, большинство людей. Я не знаю, я просто столько любви получил от вас. Это реально был самый лучший, вот не то что юбилей, а мероприятие в моей жизни. Самый лучший. Просто сколько добрых слов, сколько отношений доброго. И знаете, за 28 лет своего пасторства у меня в жизни встречались и негодяи, и в церкви негодяи, которые делали так, чтобы жизнь нашу просто превратить в ад. И вообще, хочу пассаж один сделать по этому поводу. Вы знаете, в церкви я всегда говорю и предупреждаю. Вот церковь, я имею в виду как община, когда приходит много людей, всегда будут две своеобразные категории людей, которые церковь не радует. Первая, она само собой появляется, эта категория людей, это люди всегда где-то психически нездоровые. Ну, такие простоватые, просто нездоровые психические люди. Ну, потому что их постоянно шпыняют везде на улице, они никому не нужны, а они приходят в церковь, а у нас, ну, сама природа церкви подразумевает помогать несчастным. И, конечно, их там и накормят где-то, и деньгу, как кто-то даст, и поможет, и одеждой. Им, конечно, в церкви хорошо. В церкви хорошо, поэтому церковь, она всегда их по неволе привлекает. Так, психически нездоровых. Поэтому иногда нужно быть повнимательнее в церкви. Раз смотришь, кто-то подошел, денег просит. Ну, посмотри повнимательнее в глаза, кто он просит на что. Ну, вот, вторая же категория – это аферисты. Потому что для афериста большое количество доверчивых людей – это просто рай, просто счастье. Где люди не подписывают договоры многие, где люди доверяют друг другу, где любят друг друга. Для афериста это счастье. Поэтому следующая категория тоже. Когда у тебя просят денег, только обычно эта сумма крупнее, то уже посмотри внимательно в глаза, еще спроси об этом человеке, не кидал ли он уже кого-то. Поэтому вот эти две категории всегда будут. И особенно от них страдают пасторы. И меня так в жизни они вымораживали. Ну, ладно, первая группа хоть просто вымораживает. А вторая-то, ну, творит там беззаконие какие-то. И вот на этом юбилее я вдруг понимаю. Слушай, Павел Алексеевич, книга «Откровения» одна, а 65 книг позитивных, их больше. Вот точно так же, на одного ненормального, вот 65 человек чудесных и замечательных, которые любят и благословляют. Поэтому все у нас будет хорошо. И такой был хороший юбилей. Спасибо вам всем. Просто было много неожиданностей, позитивных и добрых. И я как-то еще раз пропитался такой любовью к своей церкви. Думаю, какие у нас хорошие люди. Просто хорошие, честные, стремящиеся к чему-то люди. Вот. Где я был? Я даже пункты свои все потерял. Как так? Ну, ничего. Друзья мои, мы часть команды, пункт написан здесь такой. Часть команды. В этом году, если ты не принадлежишь домашней группе, если ты где-то там, ну, как-то оказался на задворках, найди людей таких, подобных тебе. У нас есть разные категории людей. У нас есть люди из милиции, у нас есть люди из бизнеса, у нас есть люди, ну, разных, разных профессий, разных возрастов, социальных каких-то пониманий. Найди себе подобных. Присоединись к этой группе и почувствуй себя частью чего-то большого. И знаешь, когда ты на домашней группе, когда ты часть команды, не просто тебе помогают, ты сразу ощущаешь себя клеткой серьезного организма. Поэтому, друзья мои, вот это второй, следующий задел. И третий задел. Будучи учеником Христа. В этом году высвободи слово Рэма, и мы высвободим с вами. Спасти еще одного человека. Для Христа спасти еще одного. И знаешь, когда ты просто напрягаешься своими силами, бывает, это не работает. Но дай это место Господу. Пусть Его благодать придет для того, чтобы пришло спасение к какому-то человеку через тебя. Вы знаете, когда я спасся, когда я покаялся, я помню, я был молодой парень, и мне так хотелось вот спасти весь мир. И я замечал, что весь мир как-то не хотел спасаться. Причем я всех задолбал тогда с Библией. Я был неофит. И представьте, к моим друзьям я приходил на их вечеринки. Они тут выпить собрались, и я с Библией. Давай им рассказывать о том, что однажды будет новый мир и так далее. Нам нужно спастись. А вы окажетесь в аду, язычники проклятые. Конечно, моих друзей я достал окончательно. И через некоторое время понял, что друзей у меня нет больше. Их нет. Но слава Богу, что у меня была жена. Тогда я уже женился. И мы как-то наслаждались друг другом. Общались, молились, научились молиться с ней. Хотя я помню, что это было непросто. И вот кому я не проповедовал в университете, потом пришел в университет, там тоже, чувствую, всех достал. Патологически никто не спасался в течение первого года-двух. Ну никто. А мне казалось, это же так просто. Приди ко Христу, познай, Он тебя любит. Люди все, иди, сумасшедший. И в общем, у меня было сплошное разочарование. И вы знаете, удивительно. Через некоторое время я увидел, что не ты автор спасения других людей. Бог, Он всегда автор. Ты просто должен жить так, как ты живешь. Вот и все. Жить в тех откровениях, в тех ценностях. И все. Но при этом, если Христос проповедовал, то и тебе нужно продолжать проповедовать. И я помню первый мой такой момент, когда я ехал в автобусе. Это 90-е годы были. Я ехал с университета, никому не собирался ничего проповедовать. Стоял в автобусе и просто заговорил с женщиной. С какой-то. Вот как-то само, знаете, как бывает. Билет передайте сюда, 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 что-то. И что-то я ей буквально пару слов. Она что-то в ответ. И я ей, да, да, вы знаете, вот я вот верующий. Она, да, серьезно, я тоже. Но она оказалась верующей в другом смысле. И когда я стал с ней ей говорить о спасении, у нее так глаза загорелось. И я ей говорю, приходите в церковь. Кстати, сейчас я так не делаю. Потому что если человека пригласить в церковь, он, скорее всего, не придет. Обычно я беру телефон, ну, номер телефона, и потом перезваниваю. Если надо будет, доеду. Потому что человек, как правило, ну, и стесняется, и не знает, для него это новое. Но в том случае, вот почему-то, вопреки всем этим представлениям, я пригласил ее в церковь, и она пришла. И она спаслась. И вот это прошло уже 28 лет. Она до сих пор в церкви была на моем юбилее. И я думаю про себя. Удивительно, как работает Бог. Представьте, вот тут я не напрягался, и произошло само собой. Поэтому высвободи слово Рема в этот год. Господи, пусть через меня спасется один человек. Один, Господи. Я не знаю как, я не знаю кто, может, не мои друзья, может, кто-то. Ну, как-то один человек. Мы даже провозгласили слово спасти еще одного на нашем собрании для наркозависимых. Вот именно, чтобы была вот эта формулировка. Потому что тебе всегда кажется, что ты сейчас спасешь всех. Ты расскажешь всем. Все придут в церковь. Но так, как правило, не бывает. И вы знаете, и наркозависимый человек, который действительно пережил Христа, я всегда говорю одну мысль. Тебе не нужно спасти весь район. Вот ты освободился, одного спаси. И когда у тебя в голове застрянет эта мысль, хотя бы одного. Спасти еще, просто еще, еще одного. И пусть это будет в этом году не посыл для нашего фонда, занимающийся реабилитацией нарко- алкозависимых, а для нас, для всех. Спасти еще одного. Если каждый из нас в этом году почувствует, Господи, используй меня как инструмент твой, чтобы хотя бы один человек пришел к познанию тебя, к Бога познанию. Один. Не надо двух. Один. Просто один. Придет и узнает любовь Христа через меня. У него появится смысл жизни. Он почувствует сопричастность к церкви. Он почувствует надежду вечной жизни. Вот эти все вещи, он это осознает. Дай только одного. То представьте, если мы поверим в слово Рема, то уже через год будет две тысячи человек. Конечно, это все фантазии. Безусловно, в реальности так не бывает. Но все-таки это будет лучше, чем ничего. И когда мы с вами пропитаемся вот этим ученичеством, Христос, мы хотим быть твоими учениками, и мы хотим спасти еще одного, мы хотим прочитать всю Библию за год и стать частью команды, вы знаете, мы преобразимся в этот год. Особенно. Давайте еще одно местописание. Просто много интересных. Смотрите. Осия, 6 глава, 6 стих. Пророк Осия в Ветхом Завете. Израильский народ, читая слово, читая Торру, приносил жертву Богу. Жертва. Сегодня мы не приносим жертвы животных. В то время это была форма обмена животных, было натуральное хозяйство и так далее. Вот тех денег, которые сейчас у нас есть, в то время вот этого понимания не было. И люди приносили пред Богом животных и заколали их. Соответственно, священник производил ритуал. И происходило две вещи. Первая вещь была та, что человек, израильтянин, еврей, он осознавал, что он принес жертву Богу какую-то. И второй момент, священник давал ему надежду на то, что его грехи прощены. И вот в этой парадигме жили евреи. Они жили всегда в этом. И представьте, люди уже превратили в норму, что они приносят какую-то жертву, и, соответственно, автоматом прощаются их грехи. Все стало происходить на автомате. И вот Осия говорит, 6 глава, 6 стих. Я милости хочу, а не жертвы. И боговедение более, нежели все сожжения. Господь говорит, слушайте, ребята, я хочу миловать вас, говорит Господь. А милость проявляется там, где есть покаяние. Он говорит, вот этот процесс для меня намного важнее. Когда вы заново хотите обновлять свой дух, когда вы приносите свою жертву, когда сегодня мы приносим наши финансы, мы никого не закалываем, но мы приносим финансы как форму нашей жертвы, потому что мы работали на неделе, мы трудились, мы посвящали это время, и потом мы берем наши кровные деньги, которые преображаются, вот наш труд преображается вот в эти цифры. И мы говорим, да, мы на них можем купить какие-то блага, а можем и не блага. Многие люди покупают и наркотики, и оружие. Но я несу их сегодня Творцу, я приношу их. Но перед этим должно идти покаяние глубокое. А покаяние приходит через познание Бога. И здесь Осия говорит, ребята, перестаньте делать на автомате. Я хочу вас миловать, проявлять к вам любовь, проявлять к вам вот этот огромный потенциал, больше, чем вы думаете просто дашь на дашь. Я тебе, ты мне. Так со мной не работает. И сразу говорит в следующей строчке, Боговедение, это Богопознание, то, о чем мы говорим в течение этого года, 22-го. Богопознание. Он говорит, я хочу, чтобы вы познавали меня, другими словами. Вы заинтересовались мной. Как люди учатся 5 лет в университете, ну так познайте меня. Я ваш отец, поэтому придите и познайте. Вдохните просто мое присутствие в вашей жизни. И вы почувствуете, какое это наслаждение. Это прекрасное наслаждение знать Бога. Знаете, тогда у любого релакса появляется смысл. А вот без Бога, это так, какой-то суррогат. Порадовался, ну порадовался чему-то, на море съездил, в отпуск. Ну, ну пусто. А с Богом сразу все приобретает смысл. И Господь говорит, ну познайте меня. И когда вы познаете его, тогда вы понимаете, что он ценит вот ваше богопознание Бога больше, чем ваши жертвы. Вот что говорит пророк Исаия. Это просто потрясающе. 2 Петра, 1 глава, 8 стих. Это стих, который на весь год. На наш весь год. 2 Петра, 1, 8. Написано. Смотрите, что говорит апостол. Он говорит, когда у вас хорошие качества есть, но он говорит, они уже есть через ваше покаяние. Они уже есть через то, что вы стали верующими людьми. Но он говорит, умножаются эти качества. Когда они умножаются, тогда вам обеспечен успех. Успех это не всегда счастье. Это не всегда корреляция счастья. Но это успех во всех сферах жизни. И Господь говорит, и плод будет в познании Господа нашего Иисуса Христа. Музыканты уже выходят, но все-таки. Псалом 118, 105 стих. О, даже стихи есть больше, в одном псалме больше 100. Псалом 118, 105 стих. Смотрите, что говорит Давид, познавая вот эту вот истину Божью. Он говорит, слово твое светильник ноге моей и свет стызе моей. Стызя это путь. Он говорит, ты светишь моему пути. Светишь. Я знаю, что в моей жизни нужны фары в конце концов. И твое слово рема это фары. И по этим фарам я еду, потому что знаю, что ты мой Бог. Я хочу тебя познавать больше и больше. И поэтому я знаю, твое слово будет высвобождаться. Что же я хочу сказать вам, какие слова, вот концепция слов в этом году. Друзья мои, в этом году будет завершение пандемии. Для многих из вас будет завершение, вы это увидите. Пандемия придет своему концу. И знаете, многие говорят, вот и начнется конец. Говорят, да не начнется. С чего вы все взяли? Я однажды в самолете лечу. Прилетел в один город за границей. Вышел. Уже ночь была, такая поздняя. Вернее, мы с супругой прилетели. Мы вдвоем были. Мы так устали. Простояли в очереди на границе, там два часа. И вот я стою, даю этому офисеру паспорт. В другой стране за границей он открывает мой паспорт. Посмотрел. И такой, цель поездки. Я говорю, то-то, то-то. И он, где вы работаете? Я говорю, я пастор церкви. Это было, наверное, часа три ночи, или там полчетвертого, ну, утра в смысле. Я такой уставший, он взял наши паспорта. И такой, а какой церкви у пастор? Я говорю, евангельская, такой-то, такой-то. Он, да? А скажите, а что будет раньше? Вознесение церкви или Великая скорбь? Или сначала Великая скорбь, а потом Вознесение церкви? Я стою на него, смотрю и думаю, мужик, ты что-то перепутал. Четыре утра, я падаю в обморок уже, а ты мне с паспортами стоишь и задаешь этот вопрос. И он такой, и вот наш пастор утверждает, что раньше будет Вознесение церкви, а потом будет Великая скорбь на земле. Да, так. Но вот другие из другой церкви говорят, что наоборот, сначала будет Великая скорбь, мы ее пройдем, и потом Вознесение церкви. И тут мне откровение приходит. Я говорю, вы знаете, я читал Библию, и до сих пор не разобрался с этим вопросом. Я ему говорю, знаете, хоть так будет, хоть так, нужно быть готовым к любому сценарию. К любому. Потому что слово его, светильник ноге моей, и свет стызия моей. Такой посмотрел, отдал нам паспорта. Мы пошли, жена говорит, я думал, нас не пустят. Но ничего, мы прошли, слава Богу. Итак, в этом году будут новые возможности. Друзья мои, новые возможности в вашей жизни. Новые. Знаете, те возможности, которые были закрыты, в этом году откроются. Друзья, в этом году будет познание Бога как Отца. У тебя лично будет познание Его как Отца. Людям не хватает Отца на земле, но в этом году Он проявится как Отец. В этом году Он проявится как защитник, как обеспечитель, как исцелитель. Мы часто ищем исцеление. Мы часто ищем обеспечение, но забываем искать источник обеспечения и исцеления. А источник Он. И когда мы прикасаемся к Нему, то оттуда приходит и исцеление, и обеспечение, и защита. Поэтому многие в этом году получат долгожданное исцеление. Долгожданное. Возможно, ты лечился, прошел всех врачей, но в этом году будет восстановление здоровья сверхъестественно. Через слово Рэма. Сверхъестественно. Какое-то прикосновение. И ты увидишь и прославишь Бога в этом году. В этом году будут подарки от Бога Отца. Какой-то тебе удивительный подарок. Просто ожидай. Это слово я прям получил во время моего юбилея. Когда я стоял, и мне подарок подарили. Вы многие знаете какой. Я посмотрел и подумал, Господи, как же так-то? Как же вот так? И вдруг подумал, думаю, вот так отец хочет дарить подарки. Просто отец. Вот подумайте, если мы, земные люди, можем такие делать неожиданные подарки, которые вызывают слезы на глазах, знаете, какую-то щенячью радость такую необъяснимую, то насколько хочет отец подарить вам подарок с небес. Подарок. Но нам нужно ожидать. 22-й год. Подарок. Подарок с небес. Благословенный. Аминь, дорогие мои. И последнее слово, буквально. Матфея 4.4, о котором мы уже говорили. Иисус сказал, написано, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Иисус сам сказал, и смотрите, кому Он сказал. Он сказал, сатане. Это была беседа с сатаной. Нам не надо с ним беседовать. Мы не сыны Божьи, Он нас обманет. А вот Иисус мог, и Он сказал, не хлебом одним, не материальными ценностями только лишь. Мы не против материальных ценностей. Мы не против хорошего бизнеса, хорошей одежды. Мы не против хороших материальных вещей, которые Он сотворил. Но, Он сказал, не только этим, но словом, которое исходит из уст Божьих. То есть, Рэмой. Вы будете живы словом Рэма. И вы будете думать, ну как же так, не было никаких предпосылок для этого. Но слово Рэма вышло и победило все обстоятельства. Принимай слово Рэма в этом году. Давайте поднимаемся и молимся. Господь драгоценный, мы благодарим, 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 благодарим от всего сердца за Твое слово Рэма, Господь, которое Ты высвобождаешь, как год Богопознания. Господь мой, спасибо Тебе и посвящение в ученичество. Мы хотим быть Твоими учениками, Господь, в этом году. Мы хотим быть, Господь, Твоими детьми, особо в этом году, Господи. И мы знаем, что Твое слово Рэма высвобождается для того, чтобы были новые возможности. Господь, чтобы завершилась пандемия. Господь, пришли, Господь мой, Твои долгожданные исцеления и восстановления организма, подарки от Отца. Господи, в этом году мы хотим познать Тебя, как нашего Отца, нашего обеспечителя, защитника и целителя нашего. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим, благодарим Тебя от всего сердца. И пусть в этом году мы назидаемся Твоим Словом так, чтобы прочитать всю Библию. Господь, в этом году мы хотим быть частью команды, чтобы мы прилепились к какой-то группе людей, верующих, чтобы получали, Господь, вдохновение друг от друга и вдохновляли друг друга. Отец мой, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам слово Рэма, чтобы спасся еще хотя бы один, еще один человек пришел к Тебе. И это не наш напряг, это не наша головная боль. Мы просто естественно живем этой жизнью и приведи через меня еще одного к познанию Христа. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя за Твою надежду, Господь мой, надежду, что тьма покроет землю и тьма народы. И мы не знаем, как интерпретировать многие вещи в книге Откровения, но мы знаем, что все равно Твоя благодать будет и, Господь мой, Твоя милость проявится и будет лучше, Господь мой, в нашей жизни, потому что Ты автор сценария нашей жизни. Спасибо Тебе. И все содействует ко благу. Аллилуйя. Благодарим, благодарим, благодарим Тебя. Аминь. Аминь. Давайте воздадим Богу большие аплодисменты Царю нашему, Творцу нашему. Аллилуйя. Спасибо Господь за возможность просто слышать Слово Божье и быть в Доме Божьем в воскресенье. И Дом Божий, это просто Его присутствие. Если вы сейчас смотрите нас онлайн, где бы вы ни были, можно сказать, что вы тоже в Божьем Доме, потому что у Господа нет рукотворного Дома. Не рукотворный Дом, это Его присутствие. И Библия говорит, что наша вера, она происходит от слышания, а слышание от Божьего Слова. И вы сейчас слушали именно Божье Слово. Это была проповедь Евангелия, благая весть в вашу жизнь. И если вы смотрели наш эфир впервые в своей жизни, и если вы посмотрели проповедь христианскую на тему Евангелия впервые в своей жизни, то я бы очень хотела с вами лично сейчас немножко поговорить и помолиться за вас и вместе с вами. Или, может быть, вы смотрите нас очень давно уже, и это не первый эфир, но вы никогда не принимали всерьез и не принимали искренне от всего сердца Господом Иисуса Христа. если вы сегодня веруете в сердце, и вы искренне принимаете то слово, которое вы сегодня услышали, и вы принимаете, что Господь Иисус Христос, Он живой, Он есть, просто Он существует, и Он не просто живой, но Он был на кресте вместо вас, Он взял ваше наказание на себя, и Он взял ваше место, потому что на кресте должны были висеть мы с вами, мы просто грешники, люди, рожденные в грехе, но Он взял это место, и Он был проклят на кресте, и Он умер на кресте за каждого, каждого, каждого человека, который просто верит в Него. И Библия говорит, что мы спасаемся не делами своими. Я говорила о том, что вера без дел мертва, и вера жива, когда мы какие-то действия по вере проявляем в своей жизни, но здесь не об этом, благодать Божья, она не зависит от наших поступков, она не зависит от, это больше, чем наши дела, это больше, чем наш характер, это больше, чем все, что мы делали в своей жизни, плохое или хорошее. И это не зависит от того, насколько вы хороший человек, не ругайтесь ли вы матом, пьете вы или курите, или не пьете, не курите, ведете спортивный образ жизни, но при этом не имеете Господа внутри своего сердца, и вы живете с этой пустотой. Не имеет значения, какие у вас поступки, какие у вас дела, и также не имеет значения, насколько глубоко вы сейчас погружены в темноту, насколько ваша жизнь сейчас, возможно, на волоске вообще. Может быть, у вас столько грехов и столько каких-то злых вещей происходило с вами, или по вашей тоже вине, может быть, все что угодно. Но благодать Божья, она не зависит от наших дел. И Библия четко говорит, не делами мы спаслись, но благодатью через веру в одно святое имя, имя Иисуса Христа. По вере мы принимаем спасение, по вере мы живем с Господом, и по вере мы называемся христианами, потому что Христос в нас, когда мы верим, что Он наш Бог, и Он умер за нас на кресте, и воскрес, и живой сейчас вместе с нами, чтобы проявлять свои чудеса, и проявлять свою любовь, и приближаться к нам все больше и больше с каждым днем нашей жизни. И если вы хотите сейчас... Субтитры создавал DimaTorzok